Здравствуйте, друзья! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембету. Сегодня я приготовил для вас очень интересную историю. Сегодня мы заглянем за кулисы трейдинга и вы узнаете, как манипуляторы управляют ценой. Но в начале нашей встречи предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, используя какие-нибудь идеи, пока вы не ознакомились со всеми рисками. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на представленном слайде. Из этого видео вы узнаете, что стоит за манипулированием ценой и как это отражается на графике. Потом мы подробно разберем, как при помощи Price Action понимать график цены. Самым активным я приготовил подарок. Как его получить, расскажу ближе к концу занятия. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке под этим видео. Там вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Прежде чем мы заглянем за кулисы манипуляторов ценой, давайте выясним, почему профессиональные трейдеры используют технический анализ и в частности Price Action. Price Action – это анализ цены и объема без индикаторов. В качестве экспертного мнения я использую Марка Дагласа. Он не только трейдер и психолог, но и автор очень полезных книг. За анальный трейдинг рекомендую прочесть каждому серьезному трейдеру. Так вот, Марк Даглас говорит, что технический анализ возможен благодаря тому, что трейдеры нарабатывают коллективные поведенческие модели, которые отражаются на графике цены и регулярно повторяются. В этом случае теханализ – это способ оценки этих моделей и на основании этих оценок создание сценария в движении цены с высокой степенью вероятности. На мой взгляд, каждый, кто хочет быть трейдером, должен прочитать книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». Это одна из тех редких книг, которые сочетают в себе интересное повествование и техническую подоплеку трейдинга. В этой книге вы увидите, как Джесси Ливермор проходит путь от юного трейдера до человека, которому синдикаты поручают управление крупными пакетами акций. К одной из таких историй я сделал иллюстрации. В основном текст оставлен в первоначальном виде, но кое-где я его сократил только для того, чтобы передать вам суть. Но кому хочется прочитать оригинал, смотрите главу 20 книги. А теперь предоставим слово великому трейдеру. Ко мне обратился представитель синдиката Imperial Steel. Синдикат хотел, чтобы я помог им избавиться от их акций по лучшей цене, чем сейчас была на рынке. Я провел исследование, отчеты показали, что компания является привлекательной собственностью и рост курса был бы самым законным движением цены. Я никому не намекал на близкий взлет Imperial Steel. Мне предстояло повлиять на поведение биржи посредством лучшего в мире канала информации, биржевого телетайпа. Читайте графика. Газетчики сами раздобудут и опубликуют всю нужную информацию и домыслы, которые помогут понять причину роста акций. Для начала я спокойненько скупил все акции, предлагавшиеся по 70 и чуть выше. Тем самым освободил рынок от их давления. И сама собой выявилась тенденция вверх. Как только это заметили профессиональные трейдеры, они решили, что акциям предстоит взлет и начали покупать. Я мгновенно насытил их спрос, продав акции, скупленные в начале операции. Эти продажи я провел очень рассудительно, ограничившись только удовлетворением спроса. Я не выбрасывал акции на рынок и не хотел слишком быстрого роста. Когда профессионалы кончили покупать, рост остановился. Как только это случилось, разочарованные быки начали продавать акции. К этим продажам я был готов и скупил падающие акции по цене чуть более высокой, чем я недавно продал. Мои покупки остановили падение курса. Тогда я начал все заново. Я купил по растущей цене акции и цена второй раз начала ползти вверх. Но уже с более высокой стартовой точки, чем 70. После этого мне оставалось только повторять процесс. Сначала покупать, потом продавать. Но каждый подъем начинался со все более высокой отметки. Покупая на откате и продавая на взлетах, я не только наращивал цену, но и повышал ликвидность акций. Постепенно среди профессионалов и публики укрепилось доверие к постоянству рынка для акций Imperial Steel. А это постоянство было результатом стабильной активности роста. Если акции от 70 выросли на 30 пунктов, почему бы им не подняться еще на 30? Так рассуждали многие. Вы спросите, чем эта история закончилась? Закончилась она забавно. Синдикат, владевший этими акциями, увидев такой замечательный рост, щедро рассчитался с Ливермором. И оставил себе акции, отказавшись их продавать. Но и это еще не все. В конце истории Ливермор говорит, несколько тысяч акций я оставил себе в качестве долговременного вложения средств. Я верю в эту компанию. Как вам история? И это было около 100 лет назад. Но чтобы получить пользу, надо из каждой информации делать выводы. Давайте подведем итоги. Первый вывод заключается в том, что поведение цены – это рекламное послание, умеющим его читать трейдерам. Еще одна мысль. Помните, перед тем, как взяться за акции Imperial Steel, Ливермор провел исследование этой компании. И только после того, как он выяснил, что у акций есть потенциал роста, он принялся их раскручивать. Это говорит о том, что крайне редко крупные манипуляторы будут браться за раскрутку безнадежных акций. Второй вывод. За ростом акций всегда стоит чья-то воля. То есть сами по себе финансовые инструменты редко растут. Третья идея, на которой мы остановимся, даже не идея, мы остановимся на одном слове. Смотрите, рост акций конструируется. То есть то, что мы с вами видим на графике, часто является филигранно продуманным планом. Заметьте, это сказал не я. Я это лишь подчеркнул, сфокусировав ваше внимание. Вы скажете, вот мы узнали три секрета Price Action от Джесси Ливермора. Но как их применять? Как читать график цены, чтобы правильно понимать, что происходит, и зарабатывать? Хороший вопрос. И для этого я в начале занятия привел цитаты Марка Дагласа. Помните, поведенческие модели? Так вот, чтение графика – это правильная идентификация этих моделей. А затем выводы на основании этого по дальнейшему движению цены. Следующую часть нашего занятия я организовал так, что вы можете увидеть паттерны, а затем самостоятельно попытаться найти их на графике. Каждое выполненное задание будет оцениваться баллами. И в конце, просуммировав итог, вы сможете понять свой уровень подготовки в Price Action. Те, кому будет интересно подробнее разобраться в причинах формирования фигур, я подготовил ссылки на вебинары, где детально разобраны эти паттерны. Начнем с фигур ослабления. Первая фигура – голова и плечи. Подробно об этой фигуре смотрите вебинар «Фигура голова и плечи. Полное руководство». Ссылки на ролики будут вверху. Вторая фигура – двойная вершина дно. Подробно об этой фигуре смотрите вебинар «Прайс экшн. Фигура двойная вершина дно. Полное руководство». Когда на графике возникает фигура ослабления? Опять воспользуемся помощью Ливермора. Он это описывает так. Когда профессионалы кончили покупать, рост остановился. Как только это случилось, разочарованные быки начали продавать акции. Но здесь очень важно, чтобы было продолжение. К этим продажам я был готов и скупил падающие акции. То есть цена не вернулась на прежний уровень. Давайте проверим, хорошо вы поняли материал. Для этого возьмите листок бумаги и фиксируйте все набранные баллы. Первое задание. Найдите на графике паттерн голова и плечи. Готовы? Начали! Получилось? Если нашли паттерн, поставьте себе плюс один. Следующее задание. Попробуйте найти голову и плечи. В этом задании есть небольшой подвох. Так что не спешите. Готовы? Начали! Сколько паттернов нашли? Если нашли паттерн один, поставьте себе плюс два. Почему плюс два? Потому что этого паттерна не было в вебинаре. Фигура голова и плечи. Полное руководство. И вы заработали дополнительный балл за нешаблонное мышление. Второй паттерн. На откате к уровню. Кто его нашел, так же поставьте себе плюс два балла. Почему здесь шаблон законен? Ну, здесь все просто. Он сигнализирует о слабости у нижней границы боковика. И как подсказку для открытия позиции в сторону тренда. Кто этот паттерн нашел и обосновал его, поздравляю, у вас есть все шансы успешно торговать. Те, у кого не получилось, не страшно, тренируйтесь, нарабатывайте навыки и все получится. Те, кто нашел третий паттерн, поставьте себе плюс один. Если интересно, посмотрите вебинар, там я этот момент подробно разбирал. Еще задание. Попробуйте найти двойное дно. В этом задании тоже есть небольшой подвох. Так что не спешите. Готовы? Начали! Получилось? Нашли? Здесь трудностей возникнуть не должно было, так как мы этот пример разбирали в вебинаре, посвященном двойному дну. Кто нашел паттерн, ставьте себе плюс один. Я предупреждал про подвох. Если кто нашел треугольник на графике, поставьте себе плюс три. Спросите, почему? Просто в трейдинге тот, кто делает от сих до сих, зарабатывать не будет. Чтобы в трейдинге преуспеть, нужно дойти до предела, а потом собраться и сделать еще шаг. Ну или несколько. Если не напугал, продолжаем. Найдите на графике двойное дно. Если попадется что-то еще интересное, тоже отмечайте. Готовы? Начали! Что получилось? Если вы ставили видео на паузу, значит у вас есть потенциал. Из вас выйдет трейдер. Нашли? Здесь все просто. Кто нашел, ставьте плюс один. Не хотите на секундочку остановиться? Задержаться? Подумать? Ладно, тогда продолжаем. Кто нашел на графике откат с ослаблением? Поздравляю, вы молодцы! И можете на законном основании добавить себе еще три балла. Сколько баллов набралось? Сколько баллов набралось? Если немного, не страшно. Попробуйте сделать перерыв, посмотреть ролик еще раз. Важен ведь результат, верно? А результат достигается тренировкой. Следующая группа – это фигуры консолидации. Флаг – одна из наиболее часто встречающихся фигур консолидации. Кому интересно, как входить в сделку, используя флаг, посмотрите мой вебинар «Price Action. Фигура флаг. Полное руководство». Вторая фигура-треугольник встречается реже, но она интересна тем, что предсказывает сильные движения цены. Кто хочет научиться входить в паттерн-треугольник, смотрите вебинар «Price Action. Фигура-треугольник. Полное руководство». Хотите проверить себя? Тогда найдите паттерн-флаг на графике. Готовы? Начали! Нашли. Здесь сложностей быть не должно, так что смело ставьте себе плюс один. Кто не согласен с моим выбором, пишите в личку, постараюсь обосновать свое мнение. Так говорю, потому что кто-то может увидеть на графике еще флаги, но на мой взгляд они не полностью вписываются в определение. Но опять же, кто хочет, я готов ответить. Еще один тест. Посмотрите и попробуйте найти флаг. Готовы? Начали! Здесь не должно было возникнуть сложностей. Флаг здесь очевиден. На очевидных решениях много плюсов не получить. Так что ставьте себе плюс один. Что-то задания пошли слишком легкие. Пора усложнять. Проверьте себя, как вы поняли тему треугольников. Не спешите. Задания немного усложнили. Готовы? Начали! Можете поставить на паузу. Помните, задания неочевидные. За этот паттерн можно было даже баллы не начислять. Уж больно он очевидный. Но уговор дороже денег. Те, кто нашел паттерн, ставьте себе плюс один. Те, кто нашел второй треугольник, ставьте себе плюс два. Этот треугольник отвечает всем правилам, так как он возник после пробоя уровня, подтвердив растущий тренд. Кто справился? Молодцы! Последняя на сегодня группа фигур – фигуры продолжения. Кому интересно узнать больше про откат с ослаблением, смотрите мой вебинар. Price Action Pattern Откат ослабления – полное руководство. Об откате с силой ролик пока не готов. Но как только он появится, мы добавим на него сюда ссылку, вебинар в планах и в ближайшее время будет сделан. Откат с подтверждением – одна из самых результативных фигур. Отдельный вебинар по фигуре в планах. Но самые активные могут попасть в будущее уже сейчас. Для этого оставляйте под видео комментарии, и самый интересный получит методичку с технологией входа в сделку на откате с подтверждением. Те, кто оставит комментарий в первые три дня, получат методичку в любом случае. Это будет награда за смелость. А сейчас проверьте себя, как вы поняли тему откат с ослаблением. Готовы? Начали! Сколько паттернов нашли? Если нашли паттерн 1, ставьте единичку. Сложного здесь ничего не было. Если нашли второй паттерн, ставьте тоже плюс 1. Это скорее тест памяти, что тоже в принципе полезно. Замучил вас тестами? Это последний. А потом подведем итоги. Посмотрите на график и найдите откат с ослаблением. Готовы? Начали! Получилось? Сколько нашли? Если нашли паттерн 1, ставьте плюс 1. Если быстро не получается находить паттерны, пересмотрите вебинары. Там все подробно объяснял. Если нашли второй паттерн, смело ставьте себе еще плюсик. А сейчас подведем итоги теста. Если вы набрали до 5 очков, это повод сделать паузу, а потом пересмотреть ролики по новой. Если вы набрали от 6 до 10 очков, неплохо, но нужно еще внимательно все проработать. Если ваш результат в пределах от 11 до 16, значит вы на верном пути. Это хороший результат, но и его можно улучшить. Если вы достигли 17 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Теперь попробуйте сделать скрины из живого графика и самостоятельно искать эти фигуры, давая свои пояснения на скринах. Друзья, если вам нравятся материалы, которые я делаю, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и комментируйте видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok